Всем привет, дорогие мои, вы на игровом ЖКе, и сегодня у нас день третий. Ну как, у нас. Просто я третий день возвращаюсь в игру. Аллилуйя, я не пропустила срок, а то обидно пропустить 10 минут, из-за этого потерять возможность зарабатывать по 2 алмаза в день. Тякс, я как барыга захожу в свои рестораны, собираю дивиденды, с них не работая. Ну, шучу, я просто собственник бизнеса. А на меня там кто-то работает, то есть фактически я кому-то даю рабочее место. Сейчас я вам скажу самый большой секрет, ребяточки. Если вы не сталкивались с собственным бизнесом еще и думаете, что собственный бизнес это круто, то вы немножко ошибаетесь. Как правило, выгоднее работать на кого-то, чем пытаться построить собственный бизнес. Любой, малый или средний. Потому что у тебя вечно будет болеть башка, а хватит ли тебе на заработную плату сотрудникам, которые работают. То есть этот работник должен приносить дохода столько, чтобы хватило на его заработную плату, на все издержки, которые есть, и еще на заработную плату тех работников, которые доход не приносят. Например, пухгалтера, уборщики, посудомойщицы и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как правило, как ни странно, некоторые выполняют очень много сразу обязанностей. Так, в какой кафе пойдем? Ну, давайте будем это, гадать, знаете, как это? Энники-бэнники ели вареники, глаза закрыты, закрыты, закрыты. И где мышка останавливается? Мышка, а ты где? А, ты куда-то улетела? Ага, сверху. Значит, в пиццерию идем. Пиццерию. Ах, индийская кухня, индийская кухня. Ой, какой кошмар. Не люблю я индийскую кухню. Скажем так, я пока-то не нашла среди них тех блюд, которые мне так жутко бы понравились. Так, в индийской кухне у меня прокачка фиговая, поэтому, насколько мне помнится, мне надо запоминать, кто что хочет. Потому что, если я не пройду с первого раза, то я смогу выиграть на своей памяти, запоминая, кто что хочет. Как правило, если у тебя ничего не получается, бери свои сильные стороны. А моя сильная сторона – это то, что я умею думать. Ага, представляете, ребята? Да, умение думать, умение связать пару слов воедино – это сильная сторона. Такс, и бабуле даем, точнее, прошу прощения, женщине неопределенного возраста. Такс, и такс, и, 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 и. О, мужчина с усами. А усы-то мы вам это... Давайте, следующий, следующий, следующий. О, супчик, напиток, дорогая. Так, 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 давайте, следующий, следующий, следующий. О, успела, успела, успела. А, суп, суп. Опа, успела. Сейчас у меня сразу два приготовятся. Да-да-да-да, так как я сегодня работаю, мне надо заработать деньги всем, которые у меня там стоят, посуду драет, потом что там, полы драет, всё драет, и не только драет. Но ещё на клининговую службу или кто-то стёкла моет, потому что всегда в кафе что-то может ломаться, на ремонтников, а также на реставрацию, потому что стулья могут попортиться, столы попортятся, скатерти надо стирать, плюс ещё законодательно много чего установлено. Вот сейчас у нас вообще, так как самоизоляция в Российской Федерации, не только в Российской Федерации, если ты хочешь сохранять сотрудников, которые были тебе верны, будь любезен платить им хотя бы чуть-чуть зарплаты. Ой, блин, я ошиблась, я ошиблась, ребята, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну ничего страшного, выкидывать я продукты не могу, не могу, вот вообще никак не могу, вот, будем надеяться, что кто-то придёт, кто будет хотеть какое-то подобное блюдо. Нет, не везёт мне, не везёт мне. Ой, блин, что же я сделала-то, а? Это точно у меня никто не захочет, это я даже могу не надеяться, что кто-то захочет эту фигню есть, но просто там зелёненько, там зелёненько, сям зелёненько, и в итоге я начинаю путаться, какой же зелёненько мне надо. У меня больше никто не придёт, ай-яй-яй-яй, всё, уровень я не прошла. Ребят, по сути, если бы я не выкинула то блюдо, я бы прошла, потому что мне как раз не хватило буквально капюсичку, пару монет. Как я вам говорила, когда я выкидываю, я получаю какой-то минус, и тут надо думать обязательно. Вот я простоволосилась, в прошлый раз вам сама советовала, что посмотрите, причем вы выкидываете. Если у вас конец раунда и есть возможность не выкидывать, лучше не выкидывайте, потому что вы потеряете денежки при выбросе, и как раз этих денег может не хватить. Вот вам, пожалуйста, показательный пример, что надо вначале думать, а потом делать, а не наоборот. Как говорится, голову не зря придумали кто-то там по физиологии. Если верить христианам, то нас создал Бог. Он не зря нас создал с головой и серым веществом, а то мы были бы как некоторые живые организмы, которые имеют три функции обдумывания. Поесть, расплодиться и поспать. Да, да, да. Так, где тут вообще крестик? Я так понимаю, у меня крестика не ожидается? У меня какая-то затяжная реклама, за которую сейчас дадут 200 монет? А вот крестик. Ой, такс. 200 монет мне дали. Ну, спасибо вам большое. Ну, лучше бы вы меня вначале спросили, нужны ли мне эти монетки вообще. Ну, из хорошего и плохого. Слушайте, а у меня в интерьере ничего там не приехало? Я ничего не заказывала, нет? Я же, по-моему, что-то дозаказывала. Нет? Точно ничего не заказывала. А в каком же кафе я заказывала, что они у меня ждать совсем не хотели? Не в индийском? Вау, моя память! Как удивиться и прям. Ну, я прекрасно помню, что будут хотеть. Я, правда, не уверена, что прямо сейчас это будут хотеть. Но вполне возможно, будут хотеть. Такс и такс и кто-то будет хотеть что-то подобное. Па-рам-па-рам. Такс и... И-и-и-и-и-и-и. И-и-и-и-и-и-и. Ай-яй-яй-яй. А, во, горох, горох, горох. Точно, точно, точно. У меня же куча была гороха хотеть. Как-то я опростоволосилась. Такс, и этому дала. Это... Ой. Так, опять я начала заниматься тем, что называется резко не додавать, а потом передавать, а потом... Дама без возраста! Не хмурься, пожалуйста! Так, но она мне чаевые все равно оставила. Это очень круто. То она мне их все-таки оставила. Другое дело, что я нифига не помню, кто там что дальше будет хотеть, потому что, ну, как говорится, сегодня моя память решила уйти в отказ. Такс и... Такс и... Такс и... Такс и... Красота! Красота-та-та-та-та-та! Я, насколько помню, кто-то будет хотеть горох у меня, да? Так, морковку. Ты же просто морковку хочешь? Да, просто морковку. Так, ты морковку хочешь с этим. И лук с этим. С чем там? Помидорка. Блин, пока я растаяла, у меня уже первая готова. Не хмурься, не хмурься. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Еще бы рука моя шевелилась немножко побыстрее вообще бы была. Шикардос. Шикарно, шикарно. Кстати, слово шикардос это жаргонное, ребята, слово, потому что оно не по правилам русского языка. По правилам русского языка есть слово «шикарно». Ну, чтобы вы понимали иногда, о чем я вообще болтаю, из какой оперы я это беру. Ну, просто для, так сказать, красоты словца я иногда их преувеличиваю, эти слова. Пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара. Ой-ой-ой, не тому дают, не тому дают. И еще удивляюсь, что они не то хотят. Вот не то, не то, не то, не то. Так, вызываю всех, потому что у меня как бы времени осталось мало. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Так, мне надо успеть раздать супчик и успеть этому дать. Ура, я прошла! Ох, какая неожиданность! Аж на две звезды. Вот видите, ребят, я собралась, так сказать, полностью сосредоточилась, ничего не выбрасывала, ничего не подгорала и практически всех обслужила. Ну, за исключением там небольшого количества людей, но все равно обслужила всех. А я горох там не могу за сумму понять? Нет, я уже все улучшила. О, у меня листик карри еще появится. Для тех, кто не знает, карри это очень специфическая приправа. В индийской кухне вообще используется очень много специфических приправ. И не факт, что они вам понравятся. Потому что я вот не могу половину приправ, я их не перевариваю. Хотя карри достаточно вкусная приправа, если ее употреблять в небольшом количестве и зная, как ее употреблять. Куркума это тоже, кстати, их. Для тех, кто не в курсе. То есть, такие приправы, которые имеют очень такой насыщенный вкус, они, как правило, все из их аббриатуры. Так, блин, как много их они хотят. Слушайте, это какая-то пицца индийская. Вот реально, выглядит это все как индийская пицца. Так, ну не хмурься ты, дядя, с усами. О, ты рыженький, а рыженький, к счастью, говорят. И к деньгам. Так, у меня сломались самоварники. О, боже ты мой. Вот видите, ребят, зарабатываешь, зарабатываешь, а потом кто-то приходит, и ях, аха, и ты на него тратишь. Но по факту я на него ничего не трачу, я просто-напросто ему тоже плачу за его работу. Причем работа его зачастую бывает очень невысокооплачиваемая. То есть ему тяжелее, чем мне, например. Как вот, например, многому бизнесу, сейчас, не сейчас, мне там какой-то призик дали. Та-да-да-дам. Так, горох, горох, горох. И это сюда. И морковка, и помидорка. Вот тесто с луком я бы попробовала, но еще с помидоркой сверху, не знаю, выглядит это жутко, хотя это вкусно. Но жареный горох, я люблю любой горох. Саша даже свидетель, что я люблю горох. Но вот жареный, я как-то, как-то я не помню, чтобы я ела жареный. Тушеный, да, тушеный вкусно. Но здесь специфическая индийская кухня. По факту ее как бы не совсем она такая, но похожая, да. Опа, чуть опять с ошибку не совершила, ребят. Он не хочет морковку с горохом, он хочет немножко другое. А я опять ему начала тыкать корох в ошибку, которую я уже допускала. Так, такс, и 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 такс. Так, 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 так. Число сюда, а морковку, о, господи, корох сюда. Так, вначале надо эти пиццы приготовить, а потом вам давать уже супы, мупы и прочее, прочее, прочее. Потому что, чтобы чаевые у меня не убежали. Ой, они ушли! Кто будет есть эти индийские пиццы? Не, из хорошего я все равно таки прошла. Ну, ребят, ну нельзя девушке есть кучу с тестом. Девушка станет похожей на... На пирожок. Легкий такой пирожочек. Вкусненький, аппетитный, с начинкой. Такс, ой, какая забавная игрушка. Птичка летает, а я должна позволить построить путь для ее полета. Интересно. Якс, опять мне дали 200 монет. Да, я несчастная, бедная. Мне прям эти деньги за рекламу нужны были. Но лучше так, чтобы никак. Якс, ого! Отремонтируйте чайник пять раз, и вы получите XP40. Отлично! Отлично! Прекрасно! Это значит, скоро у меня наступит таки 30 уровень. О, да, ребят, спасибо всем, кто пишет мне комментарии. ПИШИТЕ, РЕБЯТА, ПИШИТЕ! Это всегда полезно. Как ни странно, на Ютюбе есть транжирование видео. Они же должны понимать, если человек смотрит какие-то игровые каналы, ему будут рекомендовать другие игровые видео с других каналов. И чтобы понять, какой, блин, канал рекламировать, потому что у нас же много, много-много-много, они смотрят на активность на этом канале. У нас активность очень даже неплохая, но, видимо, не совсем хорошая по меркам Ютюба. Хотя, мне грех жаловаться. У нас таки потрясающая активность с вами. ПАРАМ-ПАПАМ-ПАПАМ-ПАРАМ-ПАПАМ-ПАРАМ-ПАМ! Такс, чувак, 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 я не успеваю понять, что ты хочешь. Так, милый, не надо хмуриться, хмуриться не надо, хотя какая Лада, ты вообще мальчик. Так, для меня твой смех награда. Та-дам, папа. Так, из плохого. Федовласая дама с фиолетовыми волосами, я даже не знаю, как ее назвать. Она не достоит, видимо, дожидания пиццы с чаевыми, а не, достояла, даже что-то оставила мне. Спасибо, дорогая моя. Спасибо. Возвращайтесь еще, я люблю такие заказики небольшие. Конечно, лучше, если бы вы просто чай с этим заказали. Это бы мне нравилось еще больше. Так, в таких раундах очень сильно прокачивается рука, ребят. Потому что вроде бы ты не в напряг все делаешь равномерно, но при этом все время что-то делаешь. Это очень хорошо, потому что вот адская кухня, мексиканская кухня, там идет прям напряг конкретный. Это не с точки зрения мышц заставлять их прям до предела прокачиваться, пока они не откажут тебе. Это не особо хорошо. Если ты на долгосрочку качаешь какую-либо мышцу, то нужно именно полномерная, равномерная нагрузка. Вообще, я люблю чубриков, которые... Слушайте, а я его сюда поставить ничего не могу, случайно? Нет, не могу. Поехали дальше, дальше, дальше. Я знаю, что вполне вероятно, я не достаю, но при этом я все равно прошла ха-ха, потому что я дала, дала, дала. Ура, 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 ура. На одну звезду я прошла. Я, конечно, потеряла дофига клиентов, которых не успела обслужить. Вот реально, я их не успела обслужить. При этом не потому, что у меня что-то долго готовится, потому что у меня, видимо, рука тугодумная. Ну, ничего страшного. Вот. Ну, не успела, так не успела. Ну что, ребят, закончим или еще раунд? Как вы хотите? Мм? Или в казино пойдем? Или 21-й? А, ладно, давайте 21-й. Я сегодня добренькая. Авансом дам раунд новый. Так сказать, надо же нам с вами столкнуться с тем, что я что-то не могу пройти. А то как-то больно какие-то затяжные дни, удачливые. Ну, как говорится, на любую старуху бывает проруха. Ух, супчик. Ой, ё-моё, у меня карри появилась. А где эта девушка, которая мне все время говорит, что у тебя новое, что-то новое на кухне? Она где отдыхает у меня? Она, я не поняла, где эта девушка? Такс, и карри. И этому, и этому, и этому дала, и этому дала. Так, тебе уже стоит. Вот и пускай стоит. Так, и... О, чуть не забыла, чуть не сожгла. Так, и тебе поставили, поставили. Ой, заварничек, заварничек, заварничек. Так, что там следующее у нас? Помодная касса. О, боже ты мой. Какие они гладовитые с точки зрения еды. Нет, с точки зрения заказов это очень хорошо. Но с точки зрения того, как я успею их обслужить, не уверена, что это прям очень хорошо. Такс и... Такс и... Такс и... С другой стороны, я их успею обслужить. Они даже успеют мне оставить чаевые, я таки думаю. Такс и... О, божь ты мой! Сколько пицц! Ну, я сейчас вот не вызываю никого, потому что мне надо все эти пиццы поставить. Единственный плюс, она хочет всё однотонное. Ну, как однотонное? Все одновременно. Хорошо, что все хотят горох. Вот реально, все хотят горох. Ура, ура, ура. И такс, такс, и такс, и горох, горох, горох. Вау, 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 вау. Такс, такс. Вау. И все. Все обильные. Эй, 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 куда вы ушли-то? А кто будет есть эту штуку с горохом? Не, ну я все равно прошла. Ха-ха, ребята, я молодца, я молодца. Все меньше остается экспи до 30 уровня. Вы посмотрите, какая выручка, какое магическое число. Шесть, шесть, шесть. Любые числа одинаковые, это всегда забавно. Вот если бы еще чаевые были 1, 1, 1, то тогда вообще, я бы сказала, ну, ребята, это прям судьба. Вот. Короче, спасибо всем за комментарии, которые мне поднимают настроение и говорят, что я их подзаряжаю на целый день энергии, оптимизмом и что все будет хорошо. Ой, ребят, вы не представляете, как мне дороги ваши комментарии. Они меня так мотивируют, так бодрят, и мне сразу ради вас хочется. Вот я сейчас Саше сказала, Саша, уступай мне компьютер, мне надо 15 минут, чтобы записать кухонную лихорадку, меня ждут. Да, потому что он у меня последние дни, если вы заметили, у нас на игровом канале, кроме кухонной лихорадки, практически ничего не выходит, потому что я не могу добиться свободного компьютера. На игровом компьютере, на котором мы всегда играли, Саша сейчас работает, ему новый вид работы, и ему надо работать именно на нем. И, как правило, он работает на нем целый день, за исключением сна, а когда он ложится спать, я тоже ложусь спать. Поэтому я специально ради вас выжидаю то время, когда он отойдет от компьютера куда-нибудь, чтобы успеть его перехватить. Вот, ну, он, в общем-то, мне его уступает под конец дня, когда работа уже выполнена. Короче, ребяточки, ради вас я делаю все, что только могу. Так, давайте смотреть, что мне дали в приз. Улучшите качество ваших листьев в каре. Мгм, кстати, свежий карри я еще ни разу не пробовала, я пробовала его в специях. Вау, 8800, еще ближе стал 30-й уровень, класс, класс, класс. Почему я так дико радуюсь? Во-первых, мне дадут 7 алмазиков, а во-вторых, во-вторых, я что-нибудь могу потом открыть какие-то кафешки, которые я еще не знаю, которые, наверное, будут вам интересны, всякие разные. Ну, по статистике, ребята, как обычно, идем в казино и продуваем 2000. Ну, 2000 я всегда обещаю, но почему-то все время выходит 2,5. Блин, я нажала случайно на бесплатное вращение. О, боже ты мой. Ну, ладно, посмотрите рекламу, и я лишние 30 секунд вас побалую своим голоском. Да-да-да. Слушайте, вы мне все-таки напишите, кто-нибудь хочет вот этот блок дуду? Мы будем с вами соревноваться в прямом эфире, у кого будет лучшее количество очков набрано. Потому что мне кажется, я в этой игре буду прям гуру. Хотя не факт, не факт, совсем не факт. Если кому-то будет интересно, тогда да, поиграем, поиграем с вами, посостязаемся. Вообще, такие игры хороши тем, что в них нет адреналина, но в них надо напрягать мозги. Они напрягают неординарное мышление, чтобы вы сумели находить выход из любой ситуации. Поэтому, если ваши родители играют в какие-то подобные игры, не фыркайте, не говорите, фу, это скучно. Нет, ребята, это значит, что ваши родители таким образом отдыхают. Я вот тоже, например, мне для отдыха нужен не Бормакс, к примеру, а какие-нибудь такие игры, три в ряд, какие-нибудь логические разборки. Там, где извилин, должны напрягаться. Ну, все люди разные, и все по-разному устроены. Все, я сливаю 2000. Ну что, ребята, 738, давайте до ровной цифры. Тут, конечно, ровная цифра не получится, хотя... А, давайте мне, смотрите, 238, еще стольник, еще стольник солью. Так сказать, ровно до 257. Пара-пара-папам, последний выигрыш. Ну, до 30 я ничего не солью уже, но, как правило, ничего не угадала. Ладно, до 256. Ребят, так в жизни делать не надо, вообще не надо. Ну, просто вы сами видите, что у меня денег дофигища накопилось. Но они накопились, потому что я умею их тратить. Сейчас я так чувствую, это бесплатное вращение сделаю, но уже когда не буду вас заставлять смотреть. Но, правда, по бесплатному вращению дают только 5 алмазиков в подарок. Это очень печально, потому что раньше, когда 7 давали, я накопила их тогда. Ну, вы видели в видео, когда у меня было по 100 с чем-то алмазов и даже выше. Как раз благодаря вот этому действию. Ну, сейчас лавочку закрыли, ну, печальки. Но ничего страшного, найдем другое место. Это, скажем так, если вы упорный, вы все равно получите свое. Главное не терять веры в себя, надежды в себя, в свои силы. И если одна дверь закрывается, другая обязательно открывается. Так что, ребяточки, всех люблю, всех целую. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok